Так, доброго времени суток. Анимашум продолжает публиковать полезные материалы относительно выращивания грибов. Поехали, включаем волшебное пионера. И продолжаем. Наконец-то мы подошли к вопросу о выращивании на компосте. И следующая публикация это выращивание на субстрате. Это два момента, о которых есть смысл разговаривать. Потому что промышленным способом, это два способа на компосте и на субстрате, это два способа, которые используются в промышленном производстве грибов. И здесь действительно есть бесконечный плацдарм для творчества, для выращивания и для многих людей. Если вы собираетесь вырасти что-то более-менее определенное и более-менее гарантированное для себя, то для вас есть вот эти два способа, которые постараемся так осветлить и уяснить. И используйте их для выращивания грибов. Итак, эту публикацию я делаю относительно вот того материала. Анализируем набор вот этих бесполезных советов и стараемся исправить те моменты, которые здесь озвучены. Итак, шампиньон, рядовка, навозник, панус. Зачем выращивать навозник на компосте? Я не понимаю, у кого есть информация по этому вопросу, или я не осведомлен, что такое навозник панус. Пожалуйста, добавьте что-то для других людей. Ну, нас будет интересовать шампиньон. Итак, прилагаемые составы компоста, не требующие подготовки. Смешать 20 кг любого, кроме свиного, готового перегноя. Навоз, пролежавший более года без запаха, аммиака. 0,5 кг известкового материала, мел, известь, алебастр. Если нет такой возможности, то применяется следующий состав. Солома свежая, не перегнившая, сухая, 12 кг. Птичий, помед или конский, или коровий, навоз свежий. 8 кг. Послойно укладывая солому и навоз, нужно добавить 0,5 кг известкового материала, мел, известь, алебастр. Образовывает штабель или бурт. Ну, бурт это такая куча вот этого всего, что замешано. И вот этот бурт. После укладки бурт ежедневно поливаем, не давая ему пересыхать. Но без излишнего увлажнения. В течение периода подготовки 22-26 дней слои бурта нужно перемешать 4-5 раз, таким образом, чтобы наружные слои оказались внутри, а внутренние снаружи. Признаком готовности бурта, субстрата является исчезновение запаха аммиака. Готовый компост укладывается в гряды, открытый грунт или ящики, подкленные мешки слоем не менее 20 см. Посев производится щепотками мицелия в лунке на глубину 5-7 см и на расстоянии 15-18 см друг от друга. С щепотками мицелия в лунке. На время зарастания мицелия грядка защищается пересыханием соломы или мешковиной, которая регулярно увлажняется капельным способом. После разрастания мицелия через 15-20 дней открытые снимают, а поверхность компост укрывает покровной почвой слоем 2 см. Оптимальная температура для плодоношения шампиньонов. Вот дальше пошел уже такой телеграфный текст, ну бред какой-то. Это все читать слишком уж сложно, слишком уж замысловато, множество условностей. И более-менее кто занимался шампиньонами, понимает, что здесь довольно-таки все непросто. Для того, чтобы в бурте происходила какая-то химическая реакция, он должен иметь определенный объем. Этот объем должен соответствовать параметрам, например, это полтора метра шириной и один метр высотой. В таком объеме в этом бурте, если туда добавлена известь, естественно происходит самостоятельный процесс горения вот этого субстрата. И когда он перегорает за 22-26 дней, действительно на нем появляется положительная среда для выращивания шампиньонов. Но технически, когда я экспериментировал с выращиванием шампиньонов, соответствуя названию канала Fanny Marshall, то есть радостный или простой какие-то способы выращивания грибов, вот эти все сложные способы, они не подходили. Даже для размещения этого бурта он должен находиться под навесом, чтобы избегать излишнего переувлажнения, то есть он не должен проходить дождем или снегом. Это нужно какое-то место под каким-то навесом. Туда помещается вот этот бурт из навоза и всего остального, это значит, что оттуда нужно убрать что-то другое. Ну, в общем, технически это было сделать невозможно, но интерес был, потому что был достаточно мицеллер, там был выращен не своими целями, то есть было огромное количество технического способа, куда его применить, я не мог найти, и поступил следующим образом. Взял обыкновенную строительную емкость, в которой замешивается цемент, или там раствор, или бетон для хозяйственных тонут на строительстве там небольшом. Туда было помещено следующий состав. Действительно, навоз, действительно, куриный помет. В соотношении я особо не заморачивался. Сколько там, вот, какое-то количество, одного какое-то количество этого куриного помета, вместе с тем грунтом, который находился там в курятнике. Обыкновенный, даже не торф, а просто грунт. Что было еще туда добавлено? По-моему, какая-то перегнившая там солома такая, не особо качественная, или отходы от производства вешенки. Это все было перемешано, одно моментно увлажнено и уложено в емкости. Значит, для этого я использовал обыкновенные пластиковые ящики, простеленные пленкой, более такие большие ванны и более такие пространственные емкости, простеленные обыкновенным полиэтиленом. Внизу там сделаны дырочки, чтобы там не устраивалась вода. Это все было уложено. Ну и, ну, не сели, скажем так откровенно, мицелия было внесено очень много, потому что это мицелий нужно было куда-то утилизировать, чтобы его просто не выбросить. Он помещался слоями, наносился вот этот субстрат, без всякого буркирования, без всякого созревания. Он пересыпался, заполнялись вот эти емкости. В дальнейшем, для того, чтобы этот субстрат не пересыхал, он накрывается бумагой, это более плотная такая бумага, или газета, просто-напросто в несколько слоев. И контролем за влажностью вот этого субстрата нужно, чтобы эта бумага сверху была всегда влажной. Значит, какие грядки такие были заложены, помещены в подвал. На протяжении полтора месяца наблюдалось рост вот этого мицелия внутри этого субстрата. Видно было, что там есть нити, но если есть рост мицелия, почему же не происходит плодоношение самих шампиньонов? Тогда пришлось проанализировать материалы, доступные. У меня была публикация, которая мне была предоставлена производителем этого мицелия, у которого я его покупал, проанализировал то, что находилось в интернете. Я нашел такую вот полезную информацию, что рост мицелия в этом субстрате, он довольно-таки закономерный. Мицелий, он может расти, но для образования плодовых тел самих шампиньонов нужно обязательно, так вот говоря, такой вот слой, который называется покровка, или покровной слой. Что такое вот этот покровной слой? Это целая наука у производителей шампиньонов. Они очень хорошо знают все эти моменты. И для того, чтобы иметь возможность получать урожай плодовых тел самих шампиньонов, нужно сделать следующие моменты. То есть мицелий в этом субстрате будет произрастать, но плодовых тел он не образовывает. Значит, нужно донести вот эту покровку. И эта покровка будет именно играть ту роль, которая даст возможность образовать плодовые тела. Она состоит из торфа. Этот торф должен быть качественным. Эту покровку я пробовал делать из обыкновенного грунта, притом пробовал даже шаманить его прогревать для стерильности, так дальше. Это все глупости. Он делает мне плотную корку сверху вот этого материала, которая не позволяет мицелию выстрелить плодовые тела. Значит, берется торф. От структуры этого торфа будет зависеть, какие шампиньоны у нас будут произрастать. Торфы бывают разные. Они есть коричневые, есть черные, есть мелкозернистые, крупнозернистые. И вот от этих всех факторов будет зависеть то, какие у нас будут вырастать шампиньоны. Все люди, ну не все люди, ну а люди, которые покупают грибы в магазинах, на прилавках, а именно шампиньоны, они замечали один момент, что иногда в этих упаковочках сами грибочки могут быть маленькими, ну такими там 2 см в диаметре, а бывают такие, что очень огромные такие вот шляпы. Размеры этих грибов будут зависеть не от того, что один производитель взял, быстро собрал, а другой производитель взял, потом их собрал и дождался, пока они вырастают. Если бы в этом был фактор, наверное, все бы выращивали эти грибы до больших размеров, для того, чтобы там был больше объем. Вот размер вот этих грибов будет зависеть от структуры этой покровки, покровного материала, этого торфа. Чем больше поры в этом торфе, тем будут вырастать более большие плодовые тела. Чем плотнее этот торф, чем меньше сами капилляры в этом торфе, тем будут вырастать более мелкие грибы, более мелкие шампиньоны. Итак, делаем покровку. Увлажняем его до такого состояния влажности, но не, как говорят дети, не каши молажей, чтобы это все текло. Он увлажняется до такого-то влажного, разумно-влажного размера и ровненьким способом наносится на поверхность того субстрата, которым у нас растет мицелий. Слой должен быть не менее 3 сантиметров, ну не более 5 сантиметров, иначе опять же таки будет проблема образования плодовых тел. Когда наносится вот эта покровка, она сверху аккуратно выравнивается, но не сильно уплотняется, чтобы была возможность для роста плодовых тел. Она снова таки накрывается бумагой или газетой, и должны следить за тем, чтобы эта бумага сверху была постоянно влажной. В дальнейшем, ну скажем так, как у меня был первый опыт выращивания шампиньонов, прошло 2 месяца, когда я занимался вот этими всеми манипуляциями, и через 2 месяца мне эти емкости уже в подвале просто начали мешать, результата нет никакого, я приготовился их просто к простому выбрасыванию, и уже начал их переставлять приближение к двери, чтобы вынести просто их на улицу. Ну и уже, когда они уже стояли просто на выходе, когда я открыл вот эту газету, я уже давно даже не поливал, я увидел множество головочек вот этих зачатков плодовых тел шампиньонов, они были размером с головку спички, и в некоторых местах уже были такие небольшие шампиньоны, там по 2-3 сантиметра, ну и пришлось эти емкости вернуть обратно, начать там увлажнение и так дальше, и таким образом где-то на протяжении 2 месяцев на этих грядках там росли вот эти шампиньоны, первый раз их было там небольшое количество, в дальнейшем и все произрастало все больше и больше, в результате на этих грядках этих шампиньонов уже было столько, что сначала все очень радовались, что очень много шампиньонов, их можно там употребить в пищу, потом уже эти шампиньоны мы их просто собирали, и ну уже там никто не хотел их кушать, уже все просто они надоели. Значит, что можно подвести, если идет речь о промышленном выращивании шампиньонов, здесь тема очень обширная, и сейчас не место и не время для этой компликации, но если речь идет о таком любительском выращивании шампиньонов, то я бы вам дал такой совет, если вы все-таки настроены на то, что вы будете сами делать эти бурты, будете сами самостоятельно производить этот субстрат или компост, то я вам порекомендую особо не заморачиваться, возьмите элементарным образом составляющие вот этого компоста, который раньше озвучили, смешайте это все, разместите в емкостях, пересыпьте это мицелием, уложите в емкости, ну сразу скажу, что чем меньше емкость, вот в ящиках пластиковых, там урожай был очень маленький, чем больше емкость, тем больше получается урожай, то есть в ваннах или каких-то больших ящиках, эти шампиньоны растут намного больше, если есть возможность, или там в подвальном помещении делить для этого несколько квадратных метров и уложить туда вот этот компост, и уложить туда вот эту покровку, это очень хорошо, тогда гарантированно, что вы можете собрать очень неплохой результат, очень неплохой урожай. Но нужно сразу вас предупредить, что шампиньон, гриб очень капризный, и вырастить его в промышленных условиях довольно-таки непросто, до товарного размера и товарного качества, чтобы он был не поврежден вредителями, плесенями и всем остальным. Для этого применяются определенные технические способы защиты вот этих грибов от поражения его там вредителями, болезнями и всем остальным. Не имея таких возможностей, в ваших домашних условиях на небольшой грядке вы столкнетесь с этими причинами, и вы их обязательно встретите, что за первой радостью первого урожая потом пойдут череда определенных таких вот разочарований, когда оказалось вот все, первый урожай, потом будет второй, и все, казалось бы, можно открывать уже ферму, потом вы увидите те негативные факторы, которые будут влиять на ваш урожай. Когда с виду грядка выглядит очень прекрасно, вы начинаете собирать ей шампиньоны, а они полностью изнутри изъедены просто червячками и изъедена не единичная культура, а полностью вся грядка, которая выглядела очень привлекательно по внешнему виду. Для этого нужно провести полную зачистку этой грядки, убрать все плодовые тела, то есть и созревшие, и не созревшие грядку, постараться очистить от этого всего, ну и ждать следующего урожая. Потом приходите к выводу, что собирать эти шампиньоны нужно не дожидаясь, когда они вырастают до больших размеров, а совсем небольшие грибочки нужно по-быстрому убирать, потому что в дальнейшем их повреждают вредители, это плодотворная среда для размножения этих вредителей, чем больше плодотворной среды, тем больше они размножаются, чем больше размножают, тем больше поражают ваш урожай. И вот таким вот образом, поигравшись небольшое время или какое-то время с этими всеми движениями, вы придете к своим правильным выводам, или будете искать способ, как бороться с этими всеми явлениями, или найдете более полезное и нужное для вас занятие. Скажем так. Ну и вот относительно на компосте, да, подвести итог. Если вас все-таки интересует выращивание шампиньонов на компосте, займите следующим образом. Продаются сейчас в достаточном количестве, можно купить такие просто полиэтиленовые упаковки, сразу готовые, там они продаются по 15-20 кг, сразу с готовым компостом. Для выращивания этих грибов, по-моему, достаточно просто снять верхний слой и ждать, когда у вас вырастут эти шампиньоны. Но здесь тот же момент. Относительно вредителей вас ожидает одно и то же. Когда первый урожай, второй урожай довольно-таки без проблем будет произрастать, но в дальнейшем святое место пусто не бывает, появляется плодотворная среда для разрушения вредителей, они уже знают, что здесь это есть. Мушка и другие там насекомые, они уже находятся в этом помещении, ждут только того момента, когда появятся свежие плодовые тела, и можно на них откладывать яйца и повреждать этот субстрат. Так что будьте к этому готовы, относитесь критически к этим всем моментам. Ну и, естественно, все равно желаю вам успехов на этом поприще. Не совсем целью было так вас напугать, а более так проинформировать. А информирован, это значит осведомлен. И к этим моментам нужно быть тоже готовым.